Создать фонд развития науки президент поручил Министерству просвещения еще в прошлом году. Светлана Фадеева рассказала, вся подготовительная работа уже проведена. В ближайшее время фонд начнет работу. Основная его задача, говорит министр, через систему грантов выявлять наиболее актуальные научные разработки. Распределение средств по грантовым принципам будет способствовать повышению эффективности тех прикладных научных исследований, которые проводятся на сегодняшний день в республике, и применение результатов этих прикладных научных исследований для развития экономики и социальной сферы Приднестровской Молдавской Республики. В ходе обсуждения на высшем консультативном совете поднимали и вопрос поиска инвестиций для перспективных разработок. Заместитель председателя торгово-промышленной палаты Юрий Ганин предложил представить на третьем инвестиционном форуме пакет инновационных разработок приднестровских ученых. По его словам, форум – хорошая площадка для привлечения реальных инвестиций. Евгений Шевчук это предложение поддержал и дал соответствующее поручение ректору госуниверситета. В Приднестровье есть достойные преподаватели, есть достойные представители науки, которые продвигают приднестровскую науку. Кроме того, Евгений Шевчук предложил членам Совета по науке и технике подключиться к обсуждению тем, которые назвали приоритетными на недавнем заседании Совета безопасности. Глава государства призвал экспертов и ученых из ПГУ дать свои рекомендации при разработке концепций внутренней политики, развития здравоохранения и уголовной политики. Хотелось бы подключить научное сообщество в Приднестровье, чтобы они дали свои рекомендации этой части. И обсудить в рабочем порядке с привлечением разных органов власти, разных экономических агентов, заинтересованных для обсуждения и выработки предложений по развитию и совершенствованию в сфере энергетики, ЖКХ, транспорта и дорожной отрасли. Базой для таких тематических встреч президент предложил сделать госуниверситет. Опыт накоплен. И вот сейчас было бы, конечно, очень важно попробовать этот опыт использовать для решения собственных задач государства. На заседании также заслушали отчет о работе Временного творческого коллектива. Это специально созданное объединение ученых и специалистов. Изучало способы совершенствования системы организаций и финансирования научной деятельности в республике. Эксперты считают, научный потенциал в Приднестровье высокий, но зачастую для внедрения разработок не хватает средств. В итоге исследования остаются на бумаге. Пока, учитывая дефицит госбюджета, ВТК предложил сохранить действующую систему финансирования, но параллельно разрабатывать грантовые фонды. Инна Сипит, Роман Донец, Первый Приднестровский.